Доброе утро, Анна Алексеевна! Во сколько начинается ваше утро и как свое утро сделать хорош и день хорош? Я стараюсь вставать рано, потому что я жаворонок и все основные дела стараюсь делать утром, когда у меня хорошее настроение. А как сделать так, чтобы было хорошее настроение? Ну, просто я стараюсь думать о хорошем. С таким ритмом жизни удается ли посещать спортзал? Да, я хожу в спортзал, я не могу сказать, что это регулярно, но тем не менее я занимаюсь спортом. Фитнесом, такими несложными для себя нагрузками, регулярно занимаюсь. У вас очень стремительный ритм жизни, и мне даже сложно представить объем тех задач, которые вы решаете. При этом, как мне кажется, вы всегда сохраняете уверенность и спокойствие. Как это удается вам? Это определенная жизненная позиция? Ну, нет, я так не могу сказать, что я сохраняю всегда уверенность и спокойствие. Я абсолютно неспокойный человек. Я считаю, что характер нужно оставлять дома. На работу приходить как раз-таки только с профессиональными своими навыками, опытом. Все вот эти вот, так сказать, эмоции нужно оставлять дома. И это точная история не про нашу работу. Самое главное, это чтобы мы выполняли, во-первых, все социальные программы, федеральные, краевые, чтобы было все четко, чтобы у нас своевременно были выплаты необходимые социальные. То есть мы в этом смысле функционеры. И здесь важно эту функцию выполнить, потому что от этого зависит судьба людей. А уже все остальное потом. Вы много лет занимались журналистикой и уже три года занимаетесь самыми важными, серьезными вопросами социальной сферы нашего региона. Было ли сложно принять решение и начать такой новый, тяжелый этап в жизни? Что касается сегодняшней должности, я знаю, что это история как армия. Это служба, это государственная служба. Ты обязан служить, нужно делать это хорошо, качественно. Анна Алексеевна, когда вы были маленькая, вы уже знали о том, что вы будете журналистом? Нет, это случайный выбор. Случайный выбор? Да. Это абсолютно случайный выбор. Когда я была маленькая, мне кажется, как все девочки. В то время я мечтала стать актрисой, например, или фигуристкой, потому что я очень люблю смотреть по телевизору фигурное катание. Я мечтала в детстве, что когда-то у меня было такое же красивое платье, как у фигуристов. Ну, не более того, я на коньках даже не умею кататься. То есть дальше моих детских желаний, каких-то надежд, дело не пошло. Я очень поздно определилась с выбором профессии. Тоже было в завершении 11 класса, и я хотела быть врачом. Ну, так получилось, что я закончила школу с медалью, и тогда был другой немного принцип поступления, и долго выбирала. Но что я однозначно сдам на пятерку, поняла, что это сочинение, а сочинение было на факультете журналистики. Я сдала сочинение, получила пятерку, и абсолютно, так сказать, вольная, с одним из данных экзаменов, с медалью, была зачислена на факультете журналистики. Я втянулась потихоньку, потом уже была главным редактором и так далее, и так далее. А потом я влюбилась в эту профессию. Но это произошло не сразу, это произошло со временем. Тогда я поняла, какие преимущества дает эта профессия. Хотя для меня это был только случай. Анна Алексеевна, а есть ли что-то такое, чтобы вы могли уверенно сказать, что это благодаря моим родителям? Что касается характера, то я совершенно по характеру противоположность моей мамы. Она человек очень твердый, очень уверенный. У нее такие мужские качества очень серьезные. Но так получилось, знаете, меня удочерил мой отец Алексей Васильевич, и я ему очень благодарна. Я не знаю, что на своем примере, что можно полюбить чужого ребенка, что можно найти с ним общий язык, что можно сделать так, чтобы ему было интересно, что можно оставить след в жизни приемного ребенка такой, что это на всю жизнь действительно. Мой отчим стал действительно по-настоящему для меня очень близким человеком, человеком, который посвятил мне свою жизнь. Поэтому от него самое главное – это желание познавать, это любовь к чтению, это такое особое отношение к истории и особое отношение, наверное, к стране. Вот это все от него. Вы делаете не только то, что можно сделать в рамках существующих государственных программ, краевых программ. Вы очень много действительно делаете для развития благотворительности в регионе. И вы находите всегда на это время. Я просто скажу, это надо делать и все. Вот просто это надо делать. И мы же с вами должны понимать, что когда мы говорим о приемных детях, о семьях, которые принимают к себе детей, или под опеку берут их, или усыновляют деток, конечно, это для ребенка, но в первую очередь для себя, чтобы жить с ощущением, что ты не просто так пришел в этот мир. Как бы громко это ни звучало, и как бы это ни звучало пафосно, но это реально так. Это очень просто, очень может быть примитивно, но это единственное, что может двигать людьми, которые сегодня занимаются благотворительностью и помогают сегодня другим людям. В чем вы черпаете силы? Я люблю путешествовать, я люблю очень свой край любимый, родной. И когда у меня бывают выходные дни, я люблю куда-то ехать, просто на машине. Это глазами, это отдых. Вообще, говорят, для того, чтобы было равновесие в душе, человек должен каждый день смотреть на линию горизонта. Вот как мы с вами сегодня на высоте сидим и видим линию горизонта, город Краснодар во всей красе. Я абсолютно уверена, что все, что приходит в жизнь человека, тем более на определенный какой-то долгий срок, меняет его жизнь. Вот я сейчас о власти. Изменились ли у вас взгляды? Вы стали другой? Власть меняет людей. Когда ты понимаешь, что ты реально отвечаешь за показатели смертности в регионе, за показатели рождаемости. Ну, тем не менее, надо держаться, и губернатор говорит нам, что мы все должны, мы все призваны, значит, надо держаться. Но все-таки, если ты хочешь стать успешным в той или иной области, каким ты должен быть? Ну, прежде всего, конечно, нужно верить в себя и не бояться. Нужно преодолеть страх. Есть такая хорошая фраза, и все самое лучшее находится за границами нашего страха. И это действительно так. Не бояться. Не бояться идти вперед, не бояться быть другим, не бояться отличаться. Именно только в этом смысл жизни, в постоянном движении. Я благодарю вас за то, что наш разговор был таким откровенным, искренним. И спасибо вам за то, что вы так много делаете для детей региона, для людей. Спасибо и хорошего утра. Спасибо.